если меня уносит начинаем учеба будущего и так представим себе этот самый человек занимается самообразованием институты закрываются вообще не нужны еще бы можно было бы сохранить ну какие-то традиции там альма-матер там это самое все это можно было бы еще но если бы там готовили специалистов именно специалистов помните я говорил если это агро университет где ваш сад сад и если в шушенске есть этот агро там техникум или как он там этот дебильное слово сейчас колодь школах а вот есть этот колодь там что земли нету что ли в шушенске под подсад вырастил диплом не вырастил нет диплома ошибся вот халява на рынке сам купил родители помогли вот смотрите комиссия он раз и замерз все вот еще это бы где-то бы сберечь какие-то традиции но в принципе любой из вас за неделю посмотрит пятьсот шестьсот человек все вот это и ваши понимаете вот сейчас вы все я к вам обращаюсь друзья вы все умеете выращивать сады а у меня уже папочка растет а там все больше абрикосы персики абрикосы персики так вот вы уже умеете в принципе диплом то вам не нужен это и это самое лучшим дипломом является фотография с вашим саду гарантированно что это ваша фотография счастливая морда на фоне абрикосов все уже может диплом давать но не дадут а дадут тому кто вообще ничего не умеет делать давайте искать хотя бы компромиссы такие впереди коронавирус еще не знаю сколько лет а вот а все таки хорошо иметь сад потому что сад это здоровье так и вот смотрите хотя бы этот что может быть и так студенту видит вот это вот причем вот учитывая что фотографии можно понаделать тысячи тысячи чтобы каждому студенту была своя персональная фотография чтобы не повторять чтобы не зубрил и вот он в первый раз в жизни видит вот эту именно эту фотографию но что такое корневотводок он уже должен знать и тут его спросит и он отвечает бойко перед вами чудо приспособление яблони к сырым местам комиссия сразу о какой у нас этот грамотный студент на экзамене ему миллионы лет как вы не ошиблись господин студент как может миллионы лет перед нами там двухлетний саженец мы мы конечно это не железо все но мы малейко соображаем ему примерно года два а вы сказали миллионы а вы говорите вот этому миллион один год а вот этому видите вылез вот он спустя миллион два года а вот дальше пошло будет миллион три года комиссия все зачет это вечное дерево вот ну наводящие вопросы на троечку уже знаете давайте это на четверочку почему где центральный корень на на привыковке обрезали не отговорить его не было у него центрального корня не было ему не нужен центральный корень центральный корень вымокает все дерево может погибнуть как не нужно а у нас миллионы гектаров там где до воды метр два а мы с вами говорит студент посадили корни распластвуются по над землей так моростойкости достаточно ведь это же сибирка если нет нет не так если это яблони северных областей моростойкости достаточно и вот ну давайте теперь на пятерку а вот на пятерку вот я заметил что вот это вот прививка какая прививка получили капулировка да правильно вот а и есть это лучшая капулировка что получается получается что ничего не был неправ ведь это же и в сибири можно это выросить да можно если это сибирка а это уже доказано самый южный сорт несколько поколений может быть ага уже тянете на пятерку тогда найдите хоть один на грех пожалуйста высоковато привита а он прививает сидя на стульчике спина уже не позволяет это уже не для протокола рассказывает сидит на стульчике как он мне всегда живот мчал я становлю на коленях испортил ноги мне это обошлось сто тысяч потом эти самые операции а он стоит голова вертикально вниз так очень неудобная поза похудей меня ну роста под два метра и вот он получается чуть чуть бы ниже ну вот так и получается но для студента это явно пятерка стоило сказать еще бы ниже и тогда бы вот этот вверх вот видите не ободнал вниз слава на 5 можно на 5 плюсом как сказать что-то это самое вот там на на дальнем плане видите растет саженец да а почему это не обработано вокруг ведь это вся мировая литература требует чтобы тут был черный пар вот и ну это дальше уже надо на шестерку отвечать пока не будем вот и поняли что такое экзамен а это прием на первую попасть фотографию и так должна быть еще одна садовая дисциплина вообще должно быть я вам несколько профессий обещал вот на крайнем случае частный питомник чтобы выжать и зубы на полку не ложить но это это самое ладно но пока будем надеяться на что как ведущая телеканала смогла бы руководитель телеканала смогла бы завкафедрой садоводства надо и открыть эту кафедру их нету а это не так то просто на этой кафедре уже точно должен быть сад десятки гектаров до студентов иначе не стоит начинать иначе вы сами будете читать лекции научите этих самых своих подчиненных это быстро осваивается не такая хитрая наука раз мы эти металлурги и строители понимаем вот как этот олег олегович дальнобойщик вот ну ладно отвлекаться не буду и так получается что еще одна профессия еще одна профессия вот и еще одна профессия это писатель это нужно еще одну садовую дисциплину история садоводства в двадцатом веке я уже не успеваю да мне никто и не позволит съесть он съесть знаете как анекдот тоже удаст и вот я вам привожу Елена Александровна Савинича я не зря говорю это ну и один больше не это близко среди наших такого уровня нет специалистов с красным дипломом и это путь науку и это самое позади такой жизненный опыт тот самый что мы все пережили вот Елена Александровна я к чему говорю привожу примеры для начала я вот это вот читаю сам меня сочинил это в кине было в одном из старых советских фильмов была эта фраза когда он смотрит а ты знаешь кто опаснее дурака нет кто дурак с инициативой я такой просто привожу пример что когда-то это будет может быть видео уже как сказать виде видеоконференция это может быть просто бумажная книга это мне кажется бумажная книга опасно завтра вы включили экран но он черный понятно тоже нельзя и вы берете любую я первый попавший взял а где же расположены цветочные почки скажите вы или у них два названия цветочная плодовая вот значит можешь еще регенерировать ой дальше не будем итак значит это просто последнего года а это предпоследний ага вы знаете правильно пишут правильно говорят и тысячи авторов на ветках двух-трех летней давности вот на них то как раз они образовались два-три года назад на них как раз цветочная почка а тут Елена Александровна Савинич или кто-то из вас или ваши же сколько возле вашей молодежи а друзья вот говорит неверца заключалась в том что а это история садоводства вот помните я говорил что должны уже быть именно нарицательные платона вы ганечкины вот платона ва учит вот подходит она к дереву сейчас поймете к чему это для истории садоводства один из нас примеров она находит почку которая по ее мнению будет расти вниз ее надо отрезать вверх надо отрезать а вбок и не будем ее отрезать почему потому что она будет плодоносить по ее мнению все остальное это хлад а у дерева я смотрю она сейчас отрежет и пойдет это самое своими делами заниматься съемка кончилась естественно ничего этого в саду делать не будет у нее по моему сада нет значит она если был когда она давно уничтожила а здесь получается что люди послушались и пошли и пошли и пошли и пошли а и спросите ее о приросте она же говорила сама это приросте последнего года на них бывают плодушки не знаешь ну раз не знаешь какого хрена ты учишься это все отрезать а вот это я имел ввиду вот по такому принципу должен быть а вот знаете если взять наши 106 только на вебинар а до этого было еще сотни только других мы уже с Антоном Валерьевичем давно заработали на обыску нет на обыске это громко и государственную премию давно польза от нас была еще будет тысячекратная а история садоводства это вот скажем несколько десятков примеров вспомните как надо как не надо вот это просто последний пример мой ну нельзя ну вот человек подходит к такому дереву как у нее а там их обреченных на свет несколько сотен а он пол дня одно стрельет это надо почку разглядеть вот и теперь вопросы к тому же режешь не спящие вы представляете дождаться зимы когда листьев нет она не может знаете что она еще не знает она не знает для чего нужны листья помните в крону как образует мы еще будем дальше проходить это уже до истории садоводства а вдруг Калина Александровна сделает вот я же не сравнишь с этой дамой а вот она же не знает что отрезая эти мы задача распространения ну формы первого ну что это объяснять то надо но ей то откуда известно то вот раз что такое резать не спящие тут же просыпаются те которым положено спать помните я рассказывал спящие резервные она то этого не знает а в середине лета а когда тот спящий проснется ведь укорачивая ветку она не знает что остальные почки начинают развиваться есть специальный прием а вы знаете какой он в середине лета делаете то что она делает и образуются те самые почки которые дадут потом цветы а у нас же не это это же пришло из Египта из этого из Италии а у нас же Сибирь у нас Урал защищено можно я послушаю а вдруг в теме а вот железо на проводе ой я вас перебью я вас перебью знаете почему именно сейчас заканчивается первый час моей лекции вебинара давайте завтра поговорю я все знаете ну ладно это уже им объясню извините перед слушателями ну пока извините а видите как я то никогда такого не видел а вдруг тот самый звонок из Москвы от министра будущего нашего этого как его назвать поддержку или от феи которые сказали хватит нас полоскать мы уже смотрите вот это как раз к теме ночами подушку не плачешь от стыда растиражировал дурацкие советы они не дурацкие они смертельные и вот получается она не знает это пока коротко что просыпается стимулируется когда немного отрезает оно незаметно поэтому они царствуют вот эти вот невежие а когда много отрезаешь они начинают просыпаться еще и образоваться плодовые и это даже специальный прием оно идет с юга на севере смертельный а прием этот никто не отменял а это все равно что мы губим деревья вот представляете что и про это не знают что форму хрон не заменять нельзя она природная чтобы капельки вот так еще раз вот так ой платонова хоть бы кто-нибудь тебе морду сюда ой симпатичная девка симпатичная дама простите вот ну не лезь ты не дано ну не дано и сама не знаешь а твой умный вид твои вот эти самые ужинки они ведь людей очаровывают это плохо ой в середине лета резать придумать же такое деньги то летом тоже нужны а у меня без эмоций не получается самый глупый пример в мире по обрезке формировали кроны внимание ходить мешает помните на одном вебинаре я показывал в свою серию фотографии как она это красиво ну лектор ладно там перед ней зал у нее десятки тысяч просмотров вот может спина болит я говорю Тимош а Тимош ну-ка давай побудешь фотомодели пока я на санны нету рядом вот продемонстрируем этот самый прием самый глупый в мире пример самый глупый в мире пример ходить мешает и давай деревья калечить ну это я знаете как не удержался знаете почему ну уже сто раз показывал эту доль а тут а почему морду бить ну нахрена ой зачем они мою фотографию вставили это мое родное и вот имея вот такую фотографию которая должна сказать вот вы вот этот саженец посадите у вас вот такие плоды будут вот это бывшая академия кстати а сейчас скажу что у меня есть сразу не будет ладно только те кто не это самое уже больше одного раза заказывал косточки я заначку достал держал держал всем говорил нету каталоги нету у меня пару сотен косточек и заначки абрикоса академик фу ладно забирайте